Аллилуйя, 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 Аллилуйя Доброе утро всем, кто подключился Александр, Валерий и все, 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 кто подключается И кто потом, конечно, будет в записи уже смотреть Потому что пока прерывается, к сожалению, трансляция Вот 13 глава, первое постание в Каринф, гимн любви, мы называем это, я часто так именую это место из Писания, этот фрагмент из Писания, что это гимн любви Но я, конечно же, понимаю, что так и доношу это до людей, что Бог есть любовь, что это гимн самому Создателю, гимн Богу И больше того, есть воплощенная Божья любовь, пришедшая в этот мир, сам Иисус Христос, который явил Бога Поэтому Иисус Христос для меня, это мой Спаситель, Господь, Целитель, Освободитель, и Он есть, это любовь, воплощенная Божественная любовь Бог, явившийся людям, явленный, Божество явленное людям, спасибо тебе, Господь Благословен ты, Царь Вселенной, благословен Господь, действительно, твоя любовь, Боже, она явилась Спасибо, спасибо Вот, и в этом гимне любви, вот сейчас открываю Библию онлайн Здесь написано, если я говорю языками человеческими и ангельскими, да, есть много языков человеческих и ангельских миров, да А любви не имею, да, если нет Христа внутри меня, если в сердце моем нет Иисуса, Бога, нет поселившегося во мне, то зрелище печальное, там написано Медь, то ягод медь звенящая, или кемвал звучащий, даже верующий, порой человек принимает, ну это процесс, принять Христа верой, это, да, есть и первое переживание в этом, конечно же, самый первый акт принятия веры и уверования, и принятие Иисуса как своего личного спасителя Господа, это прекраснейшее переживание, это рождение, Сызнова, снова, свыше от Бога, новое рождение, вот, но есть и процесс принятия Христа верой, уже верующим человеком, каждодневный процесс такой, он погружается в бездну нашу, погружается в нас, а мы погружаемся в него, баптизо совершается, да, как я рассказывал уже много в собраниях, различных собраниях рассказывал, баптизо совершается Бас Бог сегодня, тоже упомяну об этом как раз, вот, потому что, потому что сегодня шаббат, сегодня суббота, шаббат шалом всем, мир Божий субботний, поздравляю всех, вот, но сегодня тоже буду поздравлять, но это еще не все, сегодняшний шаббат, суббота завершается удивительным, Удивительным, началом удивительного праздника, который мы ждем уже на протяжении, да, 50 дней, 49 дней в ожидании, отсчет ведем, такой ежедневный, да, счет Амера, Амера, и это такой, такая старая, древняя традиция, Очень красивая традиция, библейская традиция, потому что сам Бог всемогущий, дав этот праздник, он повелел ввести отчет дней, он мог бы сказать гораздо все там проще, так если чисто по-человечески, Вот, 6-го числа, 3-го месяца, ну, всего, сивана, вот, празднуйте, праздник, допустим, и другим же праздником он так говорил, такого-то числа, такого-то месяца празднуйте, но не так обстоит дело вот с наступающим сегодня вечером праздником, днем Пятидесятницы, шаббат, не так, там говорится именно отчитывать эти дни, в этом что-то есть таинственное, удивительное, отсчет дней, и частично, мы уже знаем ответ, да, Новозаветные верующие, мы новозаветные верующие, евреи, неевреи, все разных конфессий, разных динаминаций, да, слава Богу, Мы имеем ответ, частично, на эту тайну, частичное разъяснение этой тайны, какое? Потому что Машеах Иешуа, Он, Иисус Христос, да, Он, воскреснув из мертвых, Он являлся на протяжении сорока дней своим ученикам, вот, так вот, Аллилуйя, Аллилуйя, И являясь на протяжении сорока дней ученикам своим, говорил им о Царстве Божием, Аллилуйя, великое Царство Государства, не имеющее аналогов вообще в мире Лишь один был образ, прообраз этого Царства, народ Израиля, сам, да, сам народ Израиля в своей истории, с самого начала своего, таинственного, удивительного, чудесного начала своего, на протяжении всей своей божественной истории являлся таким прообразом, таким таинственным пророчеством, как бы, сам феномен Израиля был пророчеством этого Царства Божьего, Аллилуйя, и когда Машеах вышел на проповедь, Он сказал, что припокайтесь, приблизилось Царство Небес, Царство Бога, Аллилуйя, и вот уже два тысячелетия созидается это Царство Государства, Царство Божье, Аллилуйя, созидается удивительный храм в Господе, уже третий храм, святой храм в Господе, это тело Машеаха, Аллилуйя, тело Иисуса Христа, Аллилуйя. Бог есть любой, братья, сестры, и Он погружается в нас, мы погружаемся в Него. С сегодняшним служением здесь, в Москве, на Строманке 11, я буду говорить об этом как раз. Так что на Сокольнике приезжайте, Соколики, да, Божьи, Соколы, слава Богу, слетайтесь. Вот, если имею дар, пророчество, это потрясающий дар, мы все пророчествуем, верующие, новозаветные верующие, мы все пророчествуем, фу, это прекрасно, ревнуем о том, чтобы пророчествовать, и знаю, написано все тайны, это настолько прекрасно, я читаю 1 Коринфянам 13 главу, гимн любви, гимн Богу, гимн самому Иисусу Христу, Аллилуйя, гимн Царству Божьему, Аллилуйя. И имею всякое познание вообще написано, и всю веру, так что могу и горы переставлять, это описание гипер-супер-пупер, вообще-то просто, спасибо тебе, Господь, спасибо. А дальше написано, такая, знаете, такая ложка дегтю, но это все портит. А не имею любви, написано, то я ничто, ничто и зовут никак, получается, да, просто ничто, zero, ноль, все, ноль. Спасибо тебе, Господь, ты есть все, ты есть все наше, спасибо. Ой, спасибо. Слава Богу. Будем здоровы во имя Иисуса. Вот, и это потрясающе. Сегодня читаю, восхищаюсь. Вот так начал чихать. Будем здоровы. Надеюсь, все, последний чих. Да. Вот, и... Читаю гимн любви, 13 глава, первое послание в Коринф апостола Павла. И здесь настолько все удивительно. Еще раз. Вот так, начал чихать, я все время почему-то не могу оставиться потом. Ладно. По милости Господне продолжим эфир. Не обращайте внимания, если еще раз чихну. Ха, вроде передумал. Ладно. Феномен чиха, не поймешь, вот что это такое. Да. И если я раздам все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, а я любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Знаете, вот этот гимн любви, 13 глава, 1 Коринфянам, как-то мне особенно, я не... Кстати, сейчас посмотрю, слушайте. Ладно, не буду сейчас уточнять. Просто в Орле был кинопоказ. Как раз. Вот. Фильмов Тарковского. Какой же это был год? 86-й был год, наверное, я думаю. 87-й, 86-й, наверное. Был кинопоказ. В одном из кинотеатров Орла. Вот, я тогда учился в училище художественном. И мы с ребятами ходили как раз на эти фильмы. Меня очень сильно потрясало творчество Андрея Тарковского. Знаете ли, вот я увидел в формате кино, фильма, именно искусство, именно творчество, именно живопись. То, чем я жил, удивительно, конечно. И вот особенно впечатлил меня в кинотеатре на большом экране фильм Андрей Рублев. Я думаю, многие из вас смотрели этот фильм. Конечно, я потом смотрел его и смотрю порой там. И сейчас порой пересматриваю так вот на компьютере, допустим, там на теле, ну, на телевизоре, по телевизору. Но не то, конечно. Когда смотришь в кинотеатре на большом экране, все-таки некоторые фильмы, они для этого рождены. Вот. Не формата совершенно вот такого телевизора. Вот. Формат телевизора, это можно какую-нибудь там мыльную оперу смотреть, там что там. Вот. А вот серьезную вещь, вот, она не воспримется никак. Это все, что серьезную картину, гениальную картину повесить где-то там в закуточке, в уголочке, совершенно где-то. Ну, вот. Конечно, и это тоже великая картина, даже если она в закуточке и совершенно в стороночке, в неудачном освещении висит. Все равно это шедевр, все равно эта картина великая. Но, согласитесь, это иное восприятие. И, конечно, чтобы по достоинству оценить творчество, художника того гениальности, и этот сам шедевр необходимы некоторые хотя бы условия восприятия этого, для правильного восприятия этой картины. И вот то же самое с некоторыми кинофильмами, допустим, да, тоже пока это не увидишь вот в таком формате, в котором она рождена, для которого она рождена, вот, на большом экране, то нет всего этого восприятия. И вот фильм Тарковского, некоторые фильмы его, они никак не воспринимаются, на мой взгляд, на телеэкране. Они рождены для большего, они рождены для большого экрана. Вот, и вот одним из таких фильмов для меня стал Андрей Рублев. Вот, я сам как художник смотрел этот фильм, как творческий человек и как христианин, вот, потому что как раз ребятам я много рассказывал из Божьего Слова тогда, а в то время, в 86-й год, это было как бы чудно, то есть мало кто об этом вообще говорил открыто так вот. Вот, а я проповедовал своим ребятам, ну, с кем учился, как проповедовал. Я просто рассказывал, я так это воспринимал, просто рассказ. Рассказывал об Иисусе Христе, рассказывал о Слове Божьем, рассказывал о притче Христа, на горную проповедь пересказывал многожды, вот, и особенно притче Иисуса, рассказывал из Апокалипсиса, из посланий Павла много что пересказывал, вот, и за несколько лет фактически Новый Завет я им, ближайшим своим друзьям, там, пересказал несколько раз даже, пока мучились в училище. Вот, один из тех ребят, что слушал тогда проповедь, мою тогдашнюю, вот, вот, через 30 лет, ровно через 30 лет отдал свое сердце Господу Иисусу, покаялся, принял Иисуса как своего спасителя, Господа. В Липецке Дима, Дима, если слышишь меня, люблю тебя, благоставляю, и тебя, и твой дом благоставляю, и твое служение, вот, я очень Богу благодарен, вот, для меня эта честь великая, вот, твоя душа, она действительно любящая Господа, и в твоем сердце Иисус, царь, король, слава Богу. Вот, надеюсь, в Липецке снова побывать вскоре, вот, сейчас я в Москве, эти дни проповедую, сегодня на Строманке 11 буду проповедовать, и завтра тоже там, сегодня в 16.00, там будет служение, да. На Сокольнике приезжайте сегодня, улица Строманка 11, в 16.00, до начала служения. Как раз будет завершение шаббата, шаббат, собственно, да, суббота, вот, празднуем День Господний, вот, в мессианском собрании, мессианское служение сегодняшнее в Москве. И сразу завершаем шаббат, и начинаем празднование Шавуот, праздника Пятидесятницы. Удивительно, таинственный праздник. Это указание на погружение в нашего Господа, это спасибо тебе, Господь, это величайшее таинство. Четвертый стих, я читаю 1 Коринфянам, 13 глава, и вот, в четвертом стихе дальше написано, в продолжении, вот этого гимна любви, гимна Богу, гимна Иисусу Христу. Спасибо тебе, Господь. Гимна Царства Божьего. Это я просто восхищен Царством Божьим. Как вот в православной традиции, в православной литургии поется «Благословено Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне пресна, во веки веков». То есть «Благословено Царство» – это «Благословен Бог наш» мы поем, и потом поем «Благословено Царство Отца и Сына и Святаго Духа, Царство Божье, благословенно, благословенного Бога, Царство благословенно». И вот в этом гимне Царства Божьего, гимна и в этом гимне Царству Божьему поется дальше следующее. Это именно как бы поется, потому что, знаете, вот прочесть это почти невозможно. Можно, но это не передаст всего, это нужно петь, потому что время пения настало. И вот любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, языки Бога. Интересно, это песня, это песня, она льется, как песня. И вот в фильме Тарковского Андрея, который сегодня вспомнил, я Андрей Рублев, потрясающе сильный фильм, и даже сильнейший, я бы сказал, фильм его, меня особенно, конечно, впечатлило, вдохновило, вдохновляет, вот, чтение, вот, это, как раз, 13 главы. 13 глава, первое послание в Коринф, она читается, если вы помните, там, да, как раз, вот, читается, там, потрясающий момент, княжна, девочка бегает, в этом храме, который надо расписывать, вот, который еще не расписан, который уже по срокам надо уже расписывать, а они еще не взялись, потому что, вот, ну, потому что, короче, художник поймет, почему, вот, потому что нельзя двигаться до тех пор, пока не двинулся Бог, нельзя, это преступление, в вере, в политике, в религии, везде, везде, в творчестве, наипаче, в музыке, в живописи, в композиции, во всем, во всем, в скульптуре, грех, это грех, страшный грех, двинуться, раньше, чем двинулся Бог, когда Он поднимается, восстань, Господь, мы говорим, и прояви свою силу, Он восстает, и мы восстаем, Он движется, и мы движемся, мы вместе, я и Отец одно, вот, в чем творчество, потому что мы творцы, Боги, потому что нас родил Бог, Творец, потому что Он родил нас по образу, подобию своему, спасибо тебе, Господь, спасибо, и я слышал чтение 13 главы 1 Коринф в разных исполнениях, но чтение именно вот у Андрея Тарковского в книге, в этом фильме Андрей Рублев, на мой взгляд, это как раз самое сильное чтение, самое сильное прочтение, ну, по крайней мере, более сильного чтения, и соответствующего достойного чтения, я еще не слышал, честно говоря, спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо, да, братья, кто подключился, приветствую всех, братья, сестры, Александр, пишет, Аминь, Ольга, доброе утро, что-то со звуком, очень тихо, просто спят, да, не хочу сейчас, да, помешать, хорошо, благословляю всех вас, друзья, вот, я постараюсь сделать трансляцию на служение в сегодняшнем собрании, кто в Москве, приезжайте, на Строманку 11, на Сокольники сегодня, здесь в Москве, служение будет, в 16.00, хорошо, вот, и этот гимн любви, да, да, с Богом мы споем, вот, прочтем вместе, тогда, хорошо, да, благослови тебя Господь и сохрани тебя, да, призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилуй тебя, да, обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир, во имя Иисуса Христа, аминь, 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 и в конце, здесь, так прекрасно сказано вообще, 13 глава, 13 стих, а теперь, вера, надежда, любовь, да, а теперь пребывают сие три, вера, надежда, любовь, но любовь из них больше, аллилуйя, спасибо тебе Господь, благодарю тебя за этот гимн любви, гимн тебе, гимн твоему царству, спасибо, великая честь быть, частью твоего царства, погружаться в океан твоей любви, безбрежный святой океан твоей любви, спасибо, я погружаюсь в тебя Господь мой, Бог мой, ты погружаешься в меня, спасибо, святой, аминь, мир всем, шаббат шалом, мир Господний, и с наступающей пятидесятницей, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя,